Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня тема нашего занятия оригами. Мы будем с вами складывать тюльпаны. На прошлом занятии мы уже с вами складывали тюльпаны. На них у нас были плоскими. А сегодня мы будем делать объемные тюльпаны. Вот такие вот. Для того, чтобы сделать такие тюльпаны, нам понадобится бумага. Любая бумага, какая есть в доме. Даже можно пользоваться обоями. Вот есть обрезки обоев. Ею тоже можно пользоваться. И в каждом доме есть остатки обоев. Клей, ПВА и клей-карандаш. Ножницы и шпажка. Почему мы так долго уделяем внимание тюльпанам, складыванию тюльпанов? Ну, потому что, как я уже говорила, Казахстан является родиной тюльпанов. В каждой стране есть цветок-символ. И в нашей стране цветком-символом является тюльпан. Он даже украшает наш герб. И на улице весна, поэтому везде цветут тюльпаны. И мы с вами складываем тоже тюльпаны. Берем квадрат и складываем его по диагонали пополам. Проглаживаем. Разворачиваем и складываем с другой стороны по диагонали. Хорошо проглаживаем. Раскрываем. Теперь складываем пополам по горизонтали. Раскрываем. И с другой стороны складываем по горизонтали. Вот у нас получились такие линии сгиба. Вот. По горизонтали, по вертикали и по диагонали. Складываем пополам. Вот у нас линия сгиба идет. Мы делим ее пополам и ставим точку выше половинки. С одной стороны. И с другой стороны. До этой точки разрезаем. И с этой стороны тоже вот до этой точки разрезаем. Вот у нас такая вот фигура получилась. Вот они. По горизонтали разрезаем. По вертикали разрезаем. И по горизонтали разрезаем. Теперь берем уголочек. Вот этот смазываем клеем. Вот этот уголочек смазываем клеем. И тянем его вот к этой линии сгиба, которая у нас по диагонали была. И приклеиваем. С одной стороны. Берем уголочек с другой стороны. Смазываем клеем. Тянем до линии сгиба. Как раз там, где... Вот два уголочка встречаются. Теперь берем с этой стороны. Смазываем уголочек. Тянем его до линии сгиба. С одной стороны. Берем уголочек и тянем навстречу. Расправляем. Вот у нас такой тюльпанчик получился. Откладываем его. Теперь нам нужно сделать стебелек. Вот такой стебелек нам сделать. Для этого мы берем полоску бумаги. Ну, примерно на глаз шириной. Шпажку. Прикладываем шпажку вот к этому уголочку под углом 45 градусов. и закручиваем. И скручиваем. Чуть-чуть распускаем. Чуть-чуть. И склеиваем. Теперь обрезаем нижнюю сторону. А верхнюю сторону, верхнюю тоже мы равняем. И делим ее на четыре части. С одной стороны разрезаем. И с другой стороны разрезаем. Теперь это распрямляем. Приклеиваем. И приклеиваем. Теперь нам нужно сделать еще листочек. Берем квадрат. Складываем в базовую форму воздушных змей. вот такую базовую форму воздушных змей. С одной стороны и с другой стороны. Вот такой листик у нас получается. Вот такой листик у нас получается. Мы приклеиваем его к стебельку. Смазываем клеем. и клеим. Вот такой цветочек у нас получился. С таким листиком. Ребята, наше занятие подошло к концу. На следующее занятие нам понадобятся салфетки. Я хочу попросить родителей, чтобы они вам купили вот такие вот салфетки. Их магнуми продают и в больших магазинах. Мы будем с вами складывать эти салфетки в технике оригами и будем украшать стол. Вот мы будем делать вот такие вот сердечко мы будем делать. Бабочку. Если успеем, еще и лебедя сложим. Если кто-то не успеет купить салфетки или не успеет, или не сможет купить, то мы будем эти же фигурки складывать и из простой бумаги. До свидания, ребят. Что жили?